До конца года в Мариинско-Пасадском районе необходимо реализовать 18 приоритетных программ. В правительстве республики ждут от муниципалитета и конкретных проектов развития. Приоритеты перед местными властями сегодня расставил премьер-министр региона. Подробности в следующем материале. Драйвер экономического роста для района – туризм. Исторические места Мариинского посада и родина третьего космонавта планеты Шоршалы привлекают гостей со всех регионов. Сюда причаливают и круизные теплоходы. В сфере туризма наблюдается положительная динамика по приему обслуживания круизных теплоходов. На сегодняшний день принято 17 теплоходов, 8 автобусов, обслуживание 1539 туристов. Заработала культура на сегодняшний день 376 тысяч рублей. Но район должен привлекать гостей своим комфортом. В этом году в муниципалитете ударными темпами ремонтируют дороги. Работы завершаются и на участке трассы «Волга-Мариинский посад». Ряд автомобильных дорог района построен в 80-х и 90-х галерах прошлого века. Ежегодный ямочный ремонт не дает необходимого эффекта. Асфальтобетонный пункт разрушается. С результатом проведенных аукционов на выполнение работ по содержанию ремонта автомобильных дорог вне границы насильных пунктов, на границе муниципального района, с подрядными организациями заключены ряд муниципальных контрактов на общую сумму 34 миллиона 238 тысяч рублей. Мариинско-Посадское городское поселение является участником программы формирования современной городской среды. В этом году запланирован ремонт одной придомовой территории и одной общественной. На эти цели направлены 8-2 десятых километров рублей. Конкурсные процедуры проведены, определены подряд организации. Еще одним проблемным участком называют дорогу вблизи села Октябрьская. Здесь также необходим капитальный ремонт. Председатель правительства отметил, что этот вопрос уже находится на контроле. Это необходимо, во-первых, провести аукцион на проектирование. Данная работа сделана. В ноябре мы уже сделаем проект, сформированный 19-20 год у нас по большинству объектов. Но при исполнении бюджета Дорожного фонда, я думаю, будет возможность двинуть объемы финансирования на 20-й год. Такой опыт у нас есть в текущем году. Дорожный фонд за счет акцизов и уточнений бюджета, текущего, сейчас последнего, уточнений порядка 190 увеличивается. Основное внимание, которое делается и правительством Российской Федерации, и, соответственно, правительством Чувашской Республики, главой Чувашской Республики, то, что нужно жить для. Еще одна задача, обозначенная премьер-министром, на ведение порядка в жилищно-коммунальном комплексе. Этому поможет строительство современных отельных, работающих на газе. КПД-котлов 55%, сидит там потери 35%, а вам в тарифе, там служба тарифов дает в районе 60%. То есть, соответственно, кто-то же платит за эти потери. Соответственно, эти потери вложатся в дальнейшем на бюджет. Без работы в этом направлении, с помощью КПХ, улучшить ситуацию будет тяжело. Пока тельник, что вы себе задачу поставите, давайте совместно ее решим. Республика выделяет средства, если реальный проект, реальные предложения. Многомиллионные суммы в муниципалитетах направляют на развитие культуры. Так этим летом отремонтировали библиотеку и клуб в селе Малая Камаева. В рамках федерального проекта «Культура Малой Родины» заменили то, что действительно было необходимо. Ветхие коммуникации и кровлю. Долгие годы после обильных дождей крыша Малакамаевского ДК протекала. Теперь условия работы улучшатся. Культурная жизнь в Малом Камаево кипит. Концерты сельского ансамбля «Илем» проходят с полным аншлагом. Участвуем на фестивалях республиканских. Очень активно. Самому старшему участнику, тете Соне, 85 лет. Но она не жалуется на свое здоровье, с нами поет, веселится, радуется. Иван Моторин отметил, что ремонт домов культуры для региона – приоритетная задача. В плане работы до конца года более 30 аварийных объектов, необходимые суммы муниципалитетам, направят в рамках федерального проекта. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев. Республика.